По данным Мосбиржи, на начало апреля количество частных инвесторов в России достигло 24,5 миллионов. Это 80% от их общего числа в стране. Для сравнения, в январе 2022 года доля частных инвесторов составляла 40%. Доступность инвестиций через мобильные приложения брокеров позволила увеличить число тех, кто зарабатывает на фондовом рынке ежедневно. Несмотря на то, что в прошлом году рынок был волатилен, инвесторы российского инвестиционного чемпионата смогли показать двухзначные и трехзначные показатели доходности. В чемпионате приняли участие более 250 тысяч человек, как начинающие инвесторы, так и опытные трейдеры. Максимальная доходность некоторых из них составила 766%. 100 участников, показавших лучшие результаты, получили денежные призы от 70 тысяч до 2,5 миллионов рублей. О том, каким будет новый чемпионат и секретов успешных стратегий, поговорим сегодня в программе интервью. На связи со студией руководитель инвестиционного чемпионата Марат Ишмеев. Марат Рашидович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим, что число розничных инвесторов в России выросло до рекордных значений. Из них большое количество пришли на фондовый рынок впервые. Вот хотелось бы совет от вас услышать, что делать тем, кто только начал совершать первые шаги на бирже. Ну, мы рекомендуем начинающим инвесторам прежде всего, прежде чем совершать какие-то первые сделки, прежде чем делать какие-то первые активные действия, изучить хотя бы принципы и вообще понять, что такое финансовые инструменты, как работает фондовый рынок. Вот. Для нас очень остро стоит тема финансовой грамотности. Тиньков Инвестиции, как брокер, который озаботился этой проблемой, предлагает некоторые решения. У нас есть своя академия инвестиций и набор курсов. Что нужно знать об инвестициях, как вести личные финансы, как работают акции, какую стратегию выбрать инвестирование. И там рассказываются достаточно базовые вещи, которые пригодятся кому угодно. Даже если вы не планируете в итоге заниматься инвестициями регулярно, ежедневно, это просто полезно, просто базовая какая-то нужна финансовая грамотность. Далее можно сделать следующий шаг. Можно начать изучать стратегии и инвестиционные идеи других каких-то инвесторов. И у нас для этого есть социальная сеть Пульс. В ней пользователи видят, какие сделки совершают другие инвесторы, какая у них доходность. Это такой, получается, наглядный подход. И, получается, в совокупности с первым шагом он позволяет уже совершить какие-то первые активные шаги. Ну и вот мой такой совет для всех. Не бойтесь задавать вопросы. На старте вопросов может быть очень много, и это нормально. И вопросы можно задавать как брокеру, службу поддержки, так и сообществу, инвесторам. Ну и, конечно же, очень важен фундаментальный анализ. Следите за новостями рынков, изучайте. Это все поможет ориентироваться, взвешивать риски, ну и понимать какие-то перспективы выбранных активов. В начале программы я уже отметила, что в прошлом году рынок был довольно волатилен. Тем не менее, инвестиции набирают популярность. Интересно ваше мнение, почему и все-таки насколько активны счета розничных инвесторов? Ну, волатильность сама по себе, она говорит только о том, насколько открыто окно возможностей. Вот можно так сказать, да? Чем больше волатильность, тем больше возможностей и заработать. То есть это взаимосвязанные вещи. Но при этом можно и потерять, естественно. То есть волатильные рынки дают грамотным инвесторам хорошие очень возможности. На фоне высокой инфляции и низких депозитных ставках население ищет способы сохранить и приумножить свои сбережения. И вот как показывает наш турнир, наш российский инвестор-чемпионат, что при грамотном планировании можно зарабатывать и даже двухзначные, трехзначные цифры доходности. Например, вот если поделиться статистикой чемпионата, в нашем конкурсе приняло участие свыше 250 тысяч инвесторов со всей страны. И были такие цифры доходности, например, 766%. Ну, это, конечно, космос. Ну, конечно, чтобы достигать именно таких цифр, нужно инвестировать не только свои деньги, но и свое время в обучение. То есть мы там среди своих участников отмечаем огромное количество профессиональных трейдеров. Но есть и начинающие инвесторы. И при должном подходе они тоже достигают хороших побед. Ну, вообще это можно сравнить с любым видом деятельности. Ну, сравнить с бегом или с плаванием. Те, кто занимается, вкладывается, те, кто тренируется, те и покажут хорошие результаты. Ну, и опять я возвращаюсь к теме академии. Вот, чтобы совершить первые шаги, нужно, конечно же, понимать базу. Нужно понимать какую-то основу. То есть тут прям такие аналогии со спортивными состязаниями прямые. Марат Рашидович, интересно все-таки, кто мог принять участие в интеллектуальных соревнованиях для инвесторов? Ну, есть ли какие-то определенные требования? Ну, глобально нет. Глобально нет. Поэтому, наверное, наш конкурс и стал крупнейшим конкурсом для инвесторов в стране и одним из крупнейших в мире. Достаточно просто иметь счет в Тинькофф-инвестициях. 10 тысяч рублей на этом счете. Ну, и мы предлагаем завести профиль в социальной сети Пульс. Это просто некий способ идентификации игрока. Это оказалось очень практичным и удобным, потому что другие игроки видят стратегии лидера. Ну, скажем так, не стратегии, хотя бы те сделки, которые совершают лидеры, могут на это ориентироваться, как-то от этого отталкиваться. Важно тут подчеркнуть, что турниры вообще ни к чему не обязывают участников. То есть в соревнованиях нет проигравших, не надо за это платить. То есть участие совершенно бесплатно. То есть наши участники могли бы просто инвестировать и получать какой-то финансовый результат, а могут еще параллельно участвовать в турнирах и попытаться показать, что их стратегия лучше, чем стратегия других участников. А выиграть можно, да? То есть проиграть нельзя, а выиграть можно. И наши участники получали и подарочные акции, да? А 100 лучших участников вообще получили денежные призы от 70 тысяч рублей до 2,5 миллионов рублей. Интересно, сколько жителей Башкортостана приняли участие в соревнованиях в прошлом году? Какая средняя доходность у них была? Может кто-то попал в топ-10 лучших? И вот какую доходность они продемонстрировали? Отвечая на вопрос, сколько? Ну вот я скажу так, где-то 2,5% инвесторов были из Башкортостана. В том числе из Уфы. Лучший результат продемонстрировал Башкортостанец под ником JoyArsen. И он показал трехзначную цифру доходности 130%. Ну была еще группа таких участников, которые вот примерно такую же доходность демонстрировали. Самыми популярными бумагами для жителей региона стали, ну, Казпром, Яндекс, Сбербанк. В принципе тут, наверное, больших отличий от других регионов нет. То есть в целом, вот, примерно такие же бумаги были популярными и по всей стране. Марат Рашидович, если взять доходность и риски, да, вот, на Ваш взгляд, как сопоставить вот эти два фактора таким образом, чтобы оставаться инвестором, ну, как можно дольше, да? И какие стратегии, вот, интересно выбрали победители российского инвестиционного чемпионата в прошлом году? Это очень интересный вопрос о соотношении доходности и рисков. Вот в инвестициях, по сути, все сводится к этому вопросу. То есть есть более консервативные стратегии, когда мы снижаем свои риски до минимума, да, но при этом и доходность будет, ну, условно, чуть выше, чем депозит, да. Если мы говорим про высокие цифры доходности, то, естественно, должна быть повыше толерантность к риску. Вот, и наши участники выбирали разные стратегии. Ну, что об этом говорить, если там и по возрасту, и по размеру портфеля, и по опыту, это были, ну, совершенно-совершенно различные люди. Ну, соответственно, и стратегии были разные. Кто-то занимался формированием портфеля вручную, да, и пробовал какие-то там более консервативные или более рисковые стратегии, да. Один наш победитель вообще создал торгового робота, да, и показал очень хороший результат, тоже там у него трехзначная цифра доходности. Кто-то пользовался таким инструментом, как маржинальная торговля, то есть еще говорят торговля с плечом. Кто-то отдавал предпочтение классическому подходу, ну, то есть тут полнейшее разнообразие. То есть вот как в мире инвесторов представлены разные категории инвесторов, так и в нашем конкурсе, да, то есть тут конкурс просто выступает неким срезом. Вот, ну, самая популярная бумага и, наверное, что показательно вот среди победителей оказались, оказался фонд Тинько Вечный портфель в рублях, да. Вот, ну, а в топ-3, как я уже говорил, вошли такие популярные бумаги, да, как Сбербанк, Газпром. Марат Рашидович, все-таки еще совет от вас, да, как начать инвестировать, да, на что нужно обратить внимание. Вот, в частности, кому можно доверять, так скажем, в информационном пространстве, да, ну, и в целом вообще, как понять, что ты готов к соревнованиям? Конечно же, сейчас большой поток информации, в нем сложно ориентироваться, много информации, то есть не надо читать какие-то конкретные рекомендации, надо начать с того, чтобы просто разобраться. Как работает фондовый рынок, да, как работает биржа, почему важно инвестировать, ну, то есть какие-то самые базовые вещи. В которых не содержится конкретных рекомендаций. Затем посмотреть на стратегии, которые применяют другие участники рынка. Понять, что вам ближе, да, готовы ли вы уделять этому делу, там, несколько часов в день, или, возможно, что вы хотите просто, там, допустим, проинвестировать и на какое-то время про это забыть. А может быть, вы готовы целыми днями этим заниматься. То есть посмотреть на то, какие бывают вообще стратегии, да. Ну, тут помогут наша Академия, Пульс, вот. Можно подписаться также в Пульсе на каналы эмитентов и получать новости о компаниях, вот, как говорится, из первых рук. Это будет, в любом случае, официальная проверенная информация, да. Есть такие классические рекомендации, инвестировать в то, во что ты веришь, чем пользуешься сам, да. То есть не слушать кого-то, да, а ориентироваться именно на вот свои какие-то предпочтения, да. То есть, скорее всего, те продукты, которые востребованы на рынке, те продукты, которые имеют своего клиента, скорее всего, они там будут расти. Ну, я имею в виду долгосрочную перспективу какую-то, вот. То есть огромное, ну, огромное количество информации, и вот нужно начать с чего-то базового, надо начать с каких-то базовых шагов, да. А потом ориентироваться на какую-то проверенную информацию. То есть я бы поступал вот именно таким образом. Марат Рашидович, к сожалению, время программы подходит к концу. Последний вопрос задам, да. Нужно ли ждать следующий российский инвестиционный чемпионат, да, чтобы, ну, так скажем, опробовать свои интеллектуальные знания в области инвестирования? Или все же есть какие-то другие соревнования? Какие бы вы порекомендовали? Ну, вот до 26 мая инвесторы могут принять участие в нашем новом соревновании Кубок Рич, как он называется, да. К сожалению, остается уже совсем мало времени до его окончания, ну, около недели. Вот, ну, еще можно запрыгнуть в последний вагон, да, и попробовать за эту неделю показать сверхрезультаты. Ну, как минимум, можно хотя бы попробовать свои силы и понять, насколько это вот коррелирует с вашими интересами, насколько вам вообще это интересно. Кубок Рич, вот, который мы проводим этой весной, это большой турнир-сателит к российскому инвест-чемпионату. У него также очень большой призовой фонд в районе 50 миллионов рублей. Вот, и к тому же есть у него уникальная такая особенность, что мы решили тому инвестору, который покажет самый высокий абсолютный доход, помимо денежного вознаграждения в 1 миллион рублей, еще подарить кубок такого уникального дизайна, который мы очень долго выбирали. Вот, то есть у нас теперь все по-взрослому, как вот в каких-то крупных спортивных соревнованиях. Марат Рашидович, спасибо большое за беседу, ну, и желаем вам удачи в работе. Спасибо, спасибо, было очень приятно пообщаться.